Девушки отдыхают 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 Это инкубационный период, и температура сама спадет, когда организм начнет сам бороться. Люди бегут скорее в аптеку, они не лечатся бабушкиными рецептами, ромашкой какой-то. Так хотелось бы гипотетически, натурально, но в реале мы знаем, что все бегут скорее в аптеку, чтобы за один-два дня выздороветь и скорее дальше дела делать и работать где-то и так далее. Поэтому это тоже является допингом для организма. Мы выздоравливаем, идем дальше на работу и уже забываем о том, что еще 5 дней назад болели. Здесь вот некое подобие. То есть здесь, на мой взгляд, если, например, человек на Олимпиаде заявляет, что он чистый, а он на самом деле химичит, здесь, наверное, есть место, конечно, к сожалению, лжи какой-то. Но в нашем случае, мне кажется, что так как ни бодибилдинг, ни некоторые другие виды спорта, в которых ты участвуешь, они пока олимпийскими не являются, и никто не говорит, что люди абсолютно кристально чистые и не химичат. И поэтому сегодня тему хотел затронуть о допинге и о вообще препаратах, которые, точнее, о тех препаратах, которые используются в бодибилдинге. Ну, про бикиняшку я тебя не спрашиваю, хотя у тебя были планы, я слышал. Но, в принципе, хотелось бы с чего-то вообще как бы изначально, когда мысль пришла как бы такая, что захотелось откровенно больше спрогрессировать, так сказать. Вот когда ты примерно пришел, может быть, 3-5 лет назад, потому что как бы, ну, понятно, что протеины уже закончили свою работу, аминокислоты тоже что-то не алло. Надо что-то попробовать такое более действенное. Первый мой курс был примерно 18 лет. То есть это был год назад, да? Не, на самом деле это было лет 5 назад. Извини. Ну, сейчас бы, наверное, приняла какие-то другие препараты, потому что тогда я была еще слишком молодая, было очень мало опыта. Наверное, сделал довольно много ошибок. А вообще, я считаю, что лучшие препараты для женщин это недолгие препараты, которые довольно быстро выходят. Ну, наверное, ты видишь, что тут либо оральные, либо какие-то тестостеронные пропионаты или прочие. Ну, извините, что перебиваю просто, аж не терпится, руки чешутся. Да, вот пропионат, да, я принимал его. Балденон, примамбалан, ну, аксендролон, конечно. Считаю, что можно даже использовать метан. Ну, конечно, в небольших дозировках лично я использовал обычно одна таблетка утром, одна вечером, то есть две таблетки в день. А чего именно? Каждый из продуктов или... Ну, вот, например, метан. Курпометан, вот, 20 мг в день. Если там тренировка в этой день, то одна таблетка идет перед тренировкой. Слушай, ну, когда, извините, просто я говорил, что там, ты же в Чите родилась, да? А когда переехала там... Ну, переехала в 2009 году, там было 18 лет как раз. Так, получается, ты переехала и уже здесь, как бы, начала прогрессировать, так сказать, или уже в Чите это все началось, как бы так? Нет, началось уже как раз здесь. Здесь, да? Да. Ну, то есть с покупкой препарата было проще как-то, в Чите, в Чите это было очень тяжело. Беда, да? Да. А как вообще в Чите, то есть как там, ну, сейчас давно была там последний раз? Ну, была последний раз пять лет назад. Давно. Интересно там, как вообще сейчас со спортпитом, ну, регион, как бы, да? Ну, магазины, конечно, появились уже лучше, чем когда я была там, когда я занималась, когда начинала тренироваться. Ну, а здесь, ну, в Москве понятно, что здесь увидел, ну, как бы, и девчонки тоже выступают, и, ну, конкурентки на соревнованиях, и, как бы, и, ну, то есть, какой именно первый курс был? Просто попробовал метан, как он работает, да? Да, как бы, или это был, как бы, примабалан, или это был? Ну, первый курс – это был линстрол. Ух ты, ну, такой легкий, действительно, решил попробовать, чтобы не сразу, там, по жесткой, раз. Нет, конечно, первый курс линстрол – это ни в коем случае я не рекомендую никому. Да, почему? Ну, во-первых, для женщин – это не лучший препарат вообще, он плохо действует, там, на волосы очень много побочек от него. Ну, но голос очень сильно, конечно, усадится. У меня лично голос был довольно низким с самого начала, ну, конечно, подсел там с применением препаратов, точно особо. Вот. То есть, линстрол – это не то, что она какая-то ошибка, ну, как бы, какой-то эксперимент, да, как бы, потому что… Ну, да, да, но сейчас бы, конечно, линстрол, наверное, не стало. Не стало бы, да? Первым курсом, конечно, точно нет. А потом дальше, то есть, потом попробовал, ну, поняла, что, может быть, лучше что-то другое, там, и что пошло уже в расход, там? Ну, сейчас я больше люблю, наверное, финил, пропианат. Ну, андролонный эфир, который покороче, такой он, как бы… Да, да, я его. Вот, болдынон иногда, дурнабол, опять-таки, аксандролон, ну, довольно редко. Ну, ты знаешь, вот, у меня человек в допинг-лаборатории работает, он говорит, Дим, у нас, в принципе, вот, когда вот эта тема с туриком, с туринаболом пошла, все долгое время думали, что он выводится 30-40 дней, а на самом деле выводится сейчас уже больше 300 дней. Говорит, у нас в естественном количестве у человека и у женщин, и у мужчин есть и тестостерон, и даже дека. И, то есть, а вот 4-хлорда-гидрометилтестерона туринабола, его у нас нет, и когда у нас наша аппаратура, говорит, показывает, вот, я, по-моему, уже рассказывал, показывает, естественное количество туринабола, мы все смеемся всем от делом, потому что его не может быть физически у человека, он может попасть только через, вот, орально. Поэтому тут же, естественно, спортсменам, которые, олимпийские виды спорта, там, или какие-то федерации, которые за допинг-контролем блюдут, так сказать, его, вот, тут же у человека проблемы, как бы, вот, то есть, ну, понятно, что это препарат, как раз, грамотно, вот, именно, болденон, и все, что касается, вот, дека, таких вот, продуктов, они, да, для девчонок лучше подходят, чем винс, понятно. Ну, а метан, может, так, по-суровому, что когда была более-более силовая, да, какая-то отдача, какие-то? Ну, это больше, когда переработить на массу, на силу. А вот это какие-то тоже, у тебя какие-то есть движения, в плане, то есть, где-то решаешь, что вот мне нужно массу подкачать, или там, силу, это в связи с тем, что какие-то будут впереди соревнования? Ну, это больше, наверное, переработать на силу, ну, масса, в принципе, такая, достаточно, наверное, там. Ты считаешь? а как бы вот по брендам как бы даже 2009 год то есть это севинсик это что что за чей бренд это были хоть и продукт но это было десла ты попал в то время пока видно что какие-то остатки были оригиналов потому что в десятом году с проблемами меня как бы на рынок россии больше перестал практически поступать до сих пор и и собственно нету понял ну вот хороший продукт его это лучшие продукты рынка испанский а дальше еще были бренд там ну балкан golden dragon джеттэч тоже на четверку с плюсом ну понял то есть ну и все принципе работал просто у девчонок же у них дозировки совершенно другие то есть вот я знаю что просто девчата которые готовились на допустим уровне чемпионата европы по бодибилдингу когда еще это категория была принципе ну то есть дозировки и по гормон роста и по фармакологии они были достаточно минимально то есть больше там 4 6 единиц никто гармошки не принимал а вот а по фармакологии там макс андролон все гуляла вроде там если брать 10 миллиграммовая презентация то там не больше там 3-4 таблеток в день вот ну и когда уже то есть это чек подходит к финаловым сыном там конечно никаких андролонов ничего но это касается конечно бодибилдинг этом силовой темы это не так критично вот но я слышу просто как бы как-то фоткалась нас с холодильником динатропа на самом деле наверно мало кто знает что наталья же нет и не принимает гормон роста пока еще да пока еще как бы да поэтому ну к нам чем позже тем лучше принципе как бы по все там даже терапевтической теме и прочее то есть кому за 25 26 тогда могут начинать принимать вот ну через там два три четыре годика может что-то попробовать да и может не так критично если можно принимать обычную форму потому что все извращаются почему на гормоне рост потому что он не ловится до сих пор практически минимально какая лаборатория может его поймать потому что люди до сих пор делают инъекции утром будут на допинг-контроль и ничего не находят настолько он полипетитный гормон короткого действия чисто действует правда есть как бы лаборатории сейчас вот парочку которые заявили то что он куда же там дня три реально ловить были голословные заявления про 20 дней но реально не никто не может дня три может быть как но все равно это очень короткий срок на фоне любой фармы тоже прям балан тот же таблетирован это 35-40 дней до 43 дней 43-44 дней парабалан в таблетках еще как-то вроде бы так и в принципе там три-четыре препарата осталось коротких и все все остальное уже ловится очень долго тебе это не грозит в принципе ты можешь сразу любые дозировки или бы допинг-контроля нет как бы все все по-честному на самом деле и чисто перед собой как бы прогресс невозможен без этого я думаю уверен что ты навредила бы себе гораздо больше если подобное не принимала бы после вижу сколько людей натуралов они так упирают нам в тупую человек послушай ты уже 67 лет посмотрите ами низкий уже ты у тебя все ты по швам ты пришел за оздоровляться а оказывается что ты просто повреждена спина позвонки у кого то уже и более серьезные проблемы можно как железо дрова секс мажьте немножко там какой-то каким-то андролоном декой фенилом это гораздо лучше для организма и полезнее быть но не может препарат вредить к тот который назначает людям от пролежней там попал катастрофа чеками там временно мышечной массы не то что трофируется просто человек обездвижен 23 месяца детям дает его не может быть препарат таком влиять на человека как-то даже в средних дозировках негативно я помню мишек листов еще кучу лет назад сказал димка наш аритаболита и как бы ну ядовитая доза критическая для человека 2000 ампул после которого ну эквивалент в миллиграммах понимаешь то есть настолько это врач сборной и фбб россии москвы соответственно то есть можно сделать лучше далеко ходить на два аптеки без рецепта купил инсулин пока тебе бах сделала ты не поймешь и чем можно умереть понимаешь свободной продажи от этой темы ну к сожалению наш голос вряд ли будет кем-то услышан у нас мнение людей как бы приходили клиенту магазин ой там ой здесь у вас химия какая-то или что там какие-то правда протеин сказали ребята протеин стоит не стоит нет протеин ничего вот химия более чуть приятно знаешь что ну такие любительские разговоры походили ушли ничего вот ну понятно а вообще на личности не обязательно люди сами если захотят расскажет но вот в твою в этих видах спорта силовых а девчонки остальные как бы какие у них дозировки какие у них то что ты слышал то что знаешь может быть ты вообще пишет много конечно девчонок да не все выступают но для заниматься для себя но при этом принимают какую-то фармакологию за счастую конечно все это делать очень неправильно и дозировки будут большие препараты например тот же нантат он очень долгий конечно женщина не желательно конечно принимать вот все вокруг коротких вертится да как бы да похимичил бросил быстро все грубые то есть я считаю что женщинам большие дозировки не требуются вот но если конечно организм не отзывается ну на большие дозировки да то он может стоит ну да и за каждой из резистентность но только раз обсуждали про инсулин вот недавно на тему что уровня там чемпионата мира даже больше 12 единиц инсулина никогда не делал а есть друг у меня костя который рассказывал наверняка будет смотреть передачу вес вес 95 килограмм примерно он 180 единиц инсулина делал 180 фантастика но будем я вот так вот вот чуть повело так и то есть вот то пограничным дозировка для человек вот на резистентность каждый организм конкретно у него как чувствительность кем или иным продуктом разные ну тоже примерами паша лукашин привет сайт powerlifting crew знаю очень много лет я просто помню еще год 99 еще двадцатый веку и в качалке ватран где мы занимались вместе две пачки крихиновского метана одному другу его там при одну пачку пашу другую паша набрала полтора килограмма его друг 15 две одинаковые пачки один производитель оригиналы жесткий там не стали 4 доллара за пачку метана в то время как бы ну 99 2000 год вот пожалуйста живой пример как бы две одинаковые пачки ну по-разному немножко влияет они в плане набора то что нужно то есть и у девчон то же самое есть как бы а вот такой даже не слышно может быть допустим если где чем которую химическом круглый год у меня история есть такие людей примеры ну правда мужского бывает да ну как-то меня это не препарат там не ленда препараты конечно меняют но вообще считаю что девушка не стоит делать ну так на вечный курс до лучше делать них короткие то есть курс прошел чтобы подождать пока вас установится месячная то есть они восстановились там пара циклов прошло может начинать заново но в том случае ты как бы так на отдыхе щас вроде как по пока ничего пока отдыхаешь пол ну понятно пока часа а какие очередные соревнования у нас будет впереди у тебя какие планы вообще ну по поверлифтинг может хотя можно поймать на допинг-контроль нет никогда потому что без допинга дивизионе ну конечно есть планы выступить по бодибилдингу на каких-нибудь крупных международных он тогда остался раз у нас уже исключили это типа на когда ну да в других а чтобы говорят на час это слился с фбб нет таких не слышали ребята вот где-то вот читал информацию не слышал это в фейсбуке у юрки гуцана латвийский на как раз какие там но это было месяца четыре назад дождом понятно может слухи ну понятно да там еще есть а еще и чуть-чуть федерации остались на в ff да не знаешь тут всемирной федерации фитнеса андрея довольно много еще можем выступить гася не решила точно в какой это будет видно попозже в следующем году ну дай бог ладно чем можем тем поможем ну протеином каким просто или аминокислотой надо а вот еще вопрос на наш а вот таблетерный форум как ты принимаешь обычно то есть и как вот тут что джекционер он как ты его ешь обычно он также как и метан через рот то есть таблетка утром таблетка вечером ну просто где делишь все как бы а если какие-то другие препараты просто делишь на низкое количество приемов в течение дня ну правильно препараты орально не быстро очень распадается и только метаболиты полумертвые путешествуют по организму принципе а по кстати вот и гусандрол фенилпропенат а вот сколько в миллиграмм неделю на пике ты делал но обычно весь к 300 миллиграмм в неделю 400 пойдет ну 300 короче то пик был до 300 фенил в неделю ну то есть я как-то распределяла вот такой как у маргунов шприц огромный бах или как-то одна инъекция в три дня нет так два раза то есть ну как бы просто тоже делила на примерно равное количество сишками на неделю там выходил 200 или 300 на пике агута поддерживающие там или как-то и какие-то счет другие там был да но он тоже нужно чуть почаще там как-то делать не отбал данном я только раз в неделю то есть мы тоже сюда до 200 миллиграмм и сегодня миллиард 200 обычно понятно слушай ну вот а вот по после курсовой терапии вот у девчонок же ну понятно что у них самый такой понятный момент нормализовались и гормоны собственно это пошли месячные линии правильно соответственно как бы до этого момента ты как-то пытался бы стимулировать чтобы они скорее там грибы гонотропином или нет конечно нет конечно как такого пкт у девушек нет но это требуется не буш там есть астерон поднять его существует мнение что нужно есть больше жирной пищи да чтобы стимулировать месячные на старалась конечно есть хорошие жиры какие-то и но масс свинину да там кошерное не ешь ты не ну понятно понятно в принципе наши за смотрит по по дозировкам тебе в общем-то особо то и восстанавливается особо то и не надо и не нужно потому что дозировки не очень-то большие просто нет но любые дозировки конечно они могут сбить месячные конечно словно то есть какой-то время нужно ждать что они может это утро жестам то есть ничего там не рекомендовали какие-то не такие ну понятно принципе просто удивительно что ребят такие дозировки небольшие действительно вроде как бы по кругу знакомств уникальный случай но наша работа даже минимально почти терапевтические дозировки и вот посмотрите был был чек натурал была вот такой вот за один курс молодец хороший прогресс пока чем пока организм молодой пока человек там круглый год не химичит то есть пока думаю что не такие дозировки цепляет здесь особый не попишешь ничего ну тоже наш как бы наш многие же как люди в принципе ребята и девчонки они как бы экспериментируют смотрят допустим закончится курс человека результативность естественно хочется хранить и все пытается всегда знаешь одно и то же лишь смотришь люди пытается без курса и либо на пк т либо на каком-то мосту из чего-либо жать столько же там и быть таким же сильно конечно вряд ли удастся но все пытается удержаться а ты не пробовал какие-нибудь пептиды там что такое как до следующего курса дожить чтобы и при форму не потерять какой-то но я собственно не пробовала пептиды но но много естественно пробовала мелантан он конечно работает очень хорошо да да буквально там два-три раза знаки солярий 23 уколы это уже вот в принципе такая темненькая ты сейчас нам не ландо не лею до того ничего сделать две инъекции и два раза шла в солярий по 7 минут но просто ты как бы ты видишь что у тебя твой цвет допустим что ты чуть светлеешь и поэтому ты чувствуешь что нужно немножко подклыл потому что эта система как бы как-то я тоже об этом говорил о том что принципе изначально сейчас вообще просто беленький ни разу никогда не пробовал мелантан он обычно начинает там два два с половиной флакончика делать например то есть каждый день по допустим по одному миллиграмму и когда уже колор дохода до такого цвета который устраивает человек останавливается и подкалывает как наталья говорит то есть одну две три инъекции в неделю достаточно и чек держится этот загар примерно ровный такой же загорелый там смуглый цвет либо если надо потемнее то побольше если по светлее поменьше соответственно ну да в принципе да мелантант аппетит понятно а из таких знаешь как бы из стимуляторов гипофиза что-нибудь там и по морелин и серморелин и гхрп я пробовал только b500 еще была травма грудью меня но перед соревнованиями но не знаю что там было а какого бренда ты не помнишь как он назывался этому ст ст лапс да наверно то что я говорю ребят у нас просто тест лежит как бы красна в нашей группе по ст лабораторию в tb500 не tb500 четко там вот прямо с электронными пирогами там все ну в общем то здесь уже все это 20 раз обговорено было и в очередной 141 случай что все так и есть и право пептиды этого псевдо бренда ну понятно но так принципе и как удается вот у то есть вот ты без практически без пк т практически все пептидов и никаким как-то ты сохраняешь как как это удается просто хорошо отдыхаешь там барбара стресса хорошо ну тренировки на конечно становятся более легкими ну час лет и больше жарче так то больше как бы намного лет всего этого и на курсе да но какая-то диета не но это диета я стараюсь держать на имя когда без курса муки тогда расскажем что какие-то диеты франции ну это то есть мы исключаем полностью углеводы и стараемся принять больше жиров но и конечно белки но жиры имеется ввиду то есть не семена тогда желательно омега-3 или орехи а вот ну понятно и и как ему от пока ты достойчиво курса не не таскать и не не доходишь в проходку то время насколько слабее что сказать вот на старое держать как таковые силовые вот слова его держать получается но рельеф конечно это похоже там при присед 400 да как был такой случай раньше помню это когда еще вовка ну турчинский был жив просто помним с рубаном все прикалывать серега когда в зал приходили но он брал штангу 100 соточку килограмм по приседал нормально приселки целом 150 200 после этого ставил 400 и уходил его долго не было приходит люди смотрят на штангу на весе 400 килограмм столько блинов там кто кто здесь приседал турчинский приседал даже даже никто не трогал штангут на часами там стояла уже все знают что турчинский уже сменилось несколько знаешь на поколение людей грубо говоря турчинский нам все пристал понимаешь у конечно 400 никогда не приседал вот но понимаешь антураж вот вот такой басовый мотив все думаешь что на 400 турчинский приседал слабо наташа сколько 390 получается сколько ты будешь здесь 80 это как бы на турашку когда не химичишь или это пик максимальный результат конечно на курсе бог без курса не есть так нам окна максимум но обычно куй где такой рабочий весь приседа скажу так без без курса вот сейчас лето не химичим отдыхаем на одной ноге понял ну вот ребята вот чего на стремится друзья без курса человек на турашку 200 приседает а вы чуть делать в зале идите тренироваться быстро я сказал наташка слушай ты в курсе что это вообще такое у нас на руке да что это знаешь посмотри как-то позже давал баночку этого желтого демона да с эфедринчиком как бы тушь и нашу много вопросам задают как бы ребята хочу вас эфедрин есть тут магазине да надеюсь вы никому не скажете на самом деле вот такая тема жиросжигатели с эфедрином вот долгое время это вообще слова эфедрин даже страшно было произносить слух потому что он был сразу одновременно уникальный случай но он был сразу нескольких статьях уголовного кодекса статье 2034 за там продажу фармакологии и прочее и еще статье 228 наркотические прекурсоры и так далее вот и до определенного момента они были свободны продажи когда вышел дурацкий закон соответственно все продукты которые содержат хвощевики эфедры то есть вообще в любом составе эфедрин даже минимальное количество при передаче его другому человеку либо сбытия либо просто ловили осуждали там садили или условно давали еще как-то такая ситуация была даже на некоторых людей которые у нас есть один представитель компании диматайс в россии он свое время четыре года в ярославле отсидел за именно такие вот баночки с эфедрином потому что есть разных хвощевики эфедры которые содержат это вещество которое было как бы ему считалось незаконно однако с 1 января 13 года ситуация несколько поменялась из статьи 2034 убрали полностью этот продукт и он остался вроде бы в более крутой статье 2 до 8 там вообще 2 до 8 наркотическая статья до до пожизненного и казалось бы все можно вообще продукт похоронить и вообще забыть как страшный сон оказался ровно наоборот оказалось что по этой статье есть некий порог порог в размере 10 процентов то есть та черта после которой начинается уголовная ответственность то есть если грубо говоря эфедрина по отношению к остальным действующим веществам более 10 процентов это уголовно наказуемо а если 10 если менее 10 процентов соответственно это не наказуемо раньше были даже вот у компании pro lab и у компании twin lab и у компании там дима тайс и там дима берн был и другие продукты которых тоже были эти эфедриновые смеси и в них сабы указывался какой хвощевик эфедры используется например там был сидокардифолия махуанг и было написано там 6 7 8 процентов вот данном случае мы здесь смотрим здесь федерный ванны ванны здесь какой-то очередной хвощик и у всех у этих хвощевиков содержание по процентная эфедрина к остальным действующим веществам до 10 процентов соответственно эти продукты в эту статью по закону не попадают поэтому ребята теперь вот по закону абсолютно свободно можно вот эти вот продукты реализовывать так сказать без какой-то проблемы и без уголовной ответственности как бы со стороны госорганов просто до сих пор существует некий антураж по этой теме просто люди многие не знают про этот закон и поэтому какое-то время эти продукты у нас просто приезжать клиенты у вас стоит там там диаблос там или black mambo а сколько вам предлагали какую цену он до сих пор нас пока не побитый рекорд 10 тысяч рублей за банку то есть чекут нас кстати в альфа фитнесе которые в на дропово 22 думаю кто-то из тренеров у нас продавала такую цену потому что девчонка сказала реально пришла куба томик у вас эфедрин есть его классно а почему ну так ну там до 3000 как мне за десятку предлагали это абсолютно рекорды у нас был этот чек приходил 7000 ему банку предлагая вот на этой всей истории вот так вот она все и происходит что на на незнание человека какие-то вылезают такие страшные цены как бы а на самом деле то есть продукт стал относительно легальным и поэтому мы даже завали его как бы вот соответствующую лабораторию при госнарконтроле вот я просто некоторые говорят вот вы читаешь в интернете штамм нет эфедрин и на там еще что-то какие-то заметили ничего подобного он там точно есть это стопроцентом есть специально там отписали письмо с конкретикой но просто по соотношению к основным веществам его недостаточно чтобы в недостаточном количестве для возбуждения каких-то уголовных статей поэтому смело можно пользоваться пока они еще есть поэтому вот такое послабление ребят будет только нам на руку надеемся вам тоже можно брать ребята вот такой у нас драйвовый прикольный ролик откровения она короткая но подействует поэтому до следующего раз друзья всем пока почему а